15 дней понадобится агрария Маккаинского района, чтобы закончить посевную кампанию 2021 года. Начали ее в середине мая и уже до начала июня планируют завершить сев. Общая посевная площадь составит 212 тысяч гектаров. Большинство земли предназначено под зерновые культуры. Как проходит кампания, расскажет Илья Кудряков. В ТО ДНД Кокаинского района уже завершают посевные работы. Осталось последнее поле. Каждый год здесь собирают не меньше 25 центнеров зерновых. В кампании 2021 задействовали 13 посевных комплексов. Отсюда и такой быстрый результат. Тем более погода позволяет. В день удавалось засеивать до 1000 гектаров, в то время как общая площадь в этом году составила 15 тысяч. Нынче посевная прошла, можно сказать, удачно. Условия для этого были созданы максимальные. Рабочий день начинается у нас с 7 утра. И световой день. Условия техника у нас обеспечены 100%. Техника новая. Несмотря на жару на улице, условия работы на этой технике очень отличные. Кондиционеры. Техника безотказная. Потому что ей в ТО уделяют большое внимание. Каждый год машино-тракторный парк пополняется новыми экземплярами. Буквально сегодня из Польши привезли первые 2,6 телег для перевозки будущего урожая. Со стороны государства мы полностью обеспечены ГСМом удешевленным. Субсидии получили на гербициды, на удобрения полностью. Все своевременно. Мы довольны своей работой. В этом году, если до Бога урожай даст, я думаю, 30-летию мы дадим не меньше 30 центов урожая. Еще одно из крупных хозяйств в районе ТО «Иван Зенченко», основанное в 2013 году. На сегодня посевная площадь составляет 18 тысяч гектаров. 10 ушло под зерновые, 4 – под масличные, а остальное – под кормовые. Большие надежды у нас на урожай есть. Почему? Потому что технология вся выполнена. То есть подработка, прикрытие влаги, внесение удобрений. Сегодня, благодаря поддержке государства, у нас есть возможность именно достойно внести хороший вклад именно в качество нашей земли, чтобы она нам дала достойный урожай. Мы в этом году практически внесли, если по зоту считать, пределы 30 килограммных гитар. Такого у нас тоже никогда не было. Почему это происходит? Потому что здесь нужно отдать должное. Все-таки стоимость удобрений, которая субсидируется. И мы видим, что удобрение работает. Сегодня не только в этих хозяйствах, но и все сельхозтоваропроизводители благодаря поддержке от государства могут позволить себе ежегодное обновление машино-тракторного парка. Скажу, знаете, не только про себя. Сегодня приятно уже за крестьян, за фермеров. Едешь, смотришь, уже не та техника, которая раньше была. Там ДТ-75, К-700 старые. Есть фермера, которые уже покупают иностранную технику. Это уже о многом говорит. Это вот именно и есть та цель, которую ставило государство, о том, чтобы и обновление парка, нового парка, современного парка. И я еще раз повторяю, что фермера, которые раньше не имели возможности, сегодня они уже глазом смотрят на современную технику. Та техника будущего. Всего по области в этом году аграрии засеют 4 миллиона 300 тысяч гектаров. 3 миллиона выделили под зерновые. Несмотря на жаркую погоду, посевная проходит по срокам. И ориентировочно закончить ее планируют 3 июня. Большая поддержка со стороны государства. На субсидирование в области растеневодства выделено порядка 17 миллиардов тенге. Уже по всем направлениям субсидий. Это минеральные удобрения, гербициды, инвестсубсидии. По всем идет прием заявка и оплата по данным субсидированиям. В этом году, в принципе, стоит, как вы видите, на сегодняшний день жара. Сильная жара стоит. Но для сева это не мешает. Конечно, если бы были дожди, будут дожди в конце мая, начале июня, то это вообще способствовало хорошему урожаю. Если многие жители региона хотят, чтобы первый месяц лета был таким же жарким, то вот аграрии области наоборот – ждут не дождутся прихода дождей. Ведь от них в конечном итоге и будет зависеть урожай. Илья Кудряков, Вадиль Нуржанов, Служба новостей. Продолжение следует...